Я бабушка Арины Жуковой, Василинка Татьяна Николаевна. Собрались мы здесь жители нашего поселения в связи с гибелью двух девочек, которые были сбиты машиной 29 июля этого года. 6 числа, 6 декабря состоялся суд. С решением суда мы категорически все не согласны. Но пользуясь тем, что приехала телевидение, прежде всего я от наших семей хочу поблагодарить. Все жители нашего села за моральную и материальную помощь коллективы школы номер 6 города Кингисеппо и Домашиловской школы, Валилеевскую мэрию и мэрию города Кингисеппо за материальную и моральную помощь в поддержке наших семей в гибелье двух девочек. А что вас не устроило? Что не устроило? Вы знаете, объективно, если вот заходя в зал суда, сразу же можно было предвидеть, что решение суда уже было вынесено, даже по атмосфере, по поведению. Но это все наши просто эмоциональные чувства. А если говорить профессионально, то, это мое личное мнение, прокурор не был готов к заседанию. Совершенно не был готов. Он даже не знал, какие вопросы задавать подсудимым, потерпевшим. С головы просто вот брал. Ну как вы думаете сказать родителям, охарактеризуйте своих детей? Почему мы должны погибших охарактеризовывать? Я бы понимаю, он задал вопрос обвиняемому, что охарактеризуйте обвиняемому. Нет, это вообще ничего не звучало. Дальше. Я успела бросить такую фразу, что сейчас в стране все направлено на то, чтобы ужесточить меры по наказанию в дорожно-транспортных происшествиях. И что судья мне отвечает с трибуны? Я говорю, что и Путин направил на это все, и Медведев. И он мне вдруг отвечает, что ваш Медведев к этому и привел. Ну как можно судье, когда в зале половина молодежи, я говорю, о чем наша молодежь? Я говорю, вот такое и будет случаться. Даже это говорить нечего. Водитель Богданов, управляя автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, в нарушении требований, ну тут ух ты это, неправильно выбрал скорость движения, не учитывая интенсивность движения. Вот обратите внимание, какое у нас движение, это особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, избрал для движения скорость, которая не обеспечивала постоянного контроля над характером и направлением движения автомобиля, по правой стороне проезжей части. Ну, короче, я хочу сказать, тут так все сказано, ну прямо все, да, ну материологические, ну интенсивность движения, ну что Богданову делать-то было? Совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нарушение права дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Какие неосторожности! Это же лето, мы ездили отдыхать, и ехали с озера, стоит машина на аварийке, остановились, смотрим, машина стоит, лежит девушка. И что вы сделали? Стали, позвонили отцу, Евгению. А виновника вы видели? Виновника нет, мы уже потом поехали его искать в поселок. Ну, а на швейцах? Ну, объяснил тут... Машина не та стояла, и в которой... Да, не виновник, машина стояла человека, в которой... Очевидца? Да, 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 очевидца, скажем. Так вот это. И вот он объяснил, что за машина... Он сказал, что Skoda, что сзади универсал, что сзади у нас Skoda только одна такая была. И вы поехали искать? Да. И нашли? Да. Да, он на квартире. Они прятались на квартире, закрылись. Ну, да, с небольшими угрозами, что сейчас с милицией мы все равно зайдем. Они открыли дверь. Да. Он уже собирал сумку, хотел усадить в Питер. Ну, по-видимому, он до этого, он, конечно, обзвонил всех, потому что мы не успели туда... Ну, как мы не успели? Мы буквально... Сколько мы пробыли? Ты приехал с ГАЕшником? Да, да. Прошло две минуты, не больше двух минут, как прибежали уже, так сказать, подопечные, сотрудники их же. Коллеги по работе. Да, да, да. Вот, они уже пришли. Понятно. И вы его передали потом... Да, милиции, да. А то у него получается явка с повинной. Какая явка с повинной? Он же не идёшься сам, не остался на месте. Да, на квартире. Сотрудник КИБДД вызвали. Да, вот. А он его из-за деда. Мы ещё там звонили, стояли, вот когда... Мы ещё девчонок же собираем. Я на обочине Алинку же, да, тогда... Да, да, Алинку нашли через 20 минут. Ну, вот так, да. А машину нашли? Да, машину нашли, потом уже за школой спрятано. Спрятано всё, и проезд, и... Потом уже он сказал, где машина стоит, её там увидели. То есть он сначала спрятал машину, потом... То есть первоначально даже... ...бежал себе на свою квартиру, стал себе, он переоделся, собрал сумку, и в этот момент вот местные жители его, так сказать, постучались, он открыл дверь и там его и удерживали. До приезда в полицию? До приезда полиции, да. То есть никто не трогал его. Надеялись, надеялись на правосудие, но видимо ничего не получилось. По большому счету. То есть в следующий раз, наверное, сдавать его бы никто не станет. Следователь, вот, по этому делу, именно меня вот, допустим, он спросил, ну, я скажу. А через две недели? Ну да, через дней 10 или через две недели. Он только стал спрашивать, что вы вообще видели? Прокурор выступал в роли защитника. Только так, вот это наше единое мнение всех родственников, 30 человек, которые мы там присутствовали. Я говорю, он бегло, бегло, просто вот бегло зачитал обвинения, а то, что в достоинстве, вы представляете, 20 раз, наверное, на заседании сказать, что он донор. Что такое донор? Сейчас каждый второй донор. А вокруг этого донора крутилось почти что все заседание. Четыре, так, значит, четыре пункта было. Явился с явкой, с повинной, которой не было. Это точно не было. Мы все знаем об этом. Больная мама, которая нужна помощь. Я говорю, он не думал о маме, когда он тут разлипался. Он полгода не жил с родителями. Они не лежачие больные. С места преступления скрылся. Даже его внимание никто вообще там не брал. И пил в субботу и в воскресенье. Про родителей не думал. И пьяный катался за рулем. Неуменяемый. Это пьяный сказать. То есть он испаивал 18 месяцев. Спаивал несовершеннолетних, которым по 14-17 лет. Никто даже ничего об этом не было. И у него была хорошая характеристика. Я с решением суда. Катикатик, что не согласна. А какое решение суда? Решение суда 4 года ему, вольного поселения. И еще конфискованную машину ему вернуть. И то, что еще за моральный ущерб присудили по 200 тысяч. Как это было судьей сказано? В рамках разумного. Что вы требуете? В рамках разумного. А он еще начал торг. А он еще сказал. Я с этим не согласен, что они написали. Я вот столько хочу. То есть все крутилось. Богданов диктовал условия. Даже о том, какой нанес он моральный ущерб. И такие издержки там. Как можно было дать 4 года поселения? Сбили девчонок. Одну настолько, что переехали ее. Там уже ни на что не было похоже. Одну вылезли. Пытались затащить, спрятать в этот борщевик. Ну, Арину скинули с какого-то. Скинули, скинули. Тут даже не надо. Я не знаю. Он лишен прав на 2 года. И он все равно, ему только этот рост нет. Ни скорую не выхали. Ничего. И еще раз место. Спрятали машину. И считается, пришел спать. Галина Владимировна, скажите, а уже есть какие-то наметки? Куда вы пойдете обращаться? В данный момент, в данный момент подана кассационная жалоба в областной суд адвокатам. И вот мы сегодня ездили, подавали это в областной суд кассационную жалобу. Ну, будем ждать результата областного суда. Скажите, а какое решение может удовлетворить? Только тюрьма. Самое суровое наказание хотя бы, которое предусматривает эта статья. Хотя бы это. Хотя ему... Хотя это ничто. Это ему ничто. Хотя бы одеяние. Неинтересно. Вот статья предусматривает до 9 лет. Это что надо совершить, чтобы получить эти 9 лет? Переехать их надо было там? Что же он еще должен был сделать, чтобы получить 9 лет? То есть он был заведомо уже лишен прав. Сел за руль пьяный. Сбежал с места ДТП. Не оказал помощи. Какие еще должны быть эти чаще обстоятельства? Снимал здесь, работал в Котельском. И еще вот я хочу один момент пока не забыла. Брали характеристику с места жительства. Почему? Он с марта месяца, по-моему, живет у нас в поселке. Должны были отсюда брать. А брали с Ленинграда, где он не жил уже, по крайней мере, полгода не живет. Отсюда была характеристика. Ну, ее, значит, в деле не было. Сказали, он положительно характеристику на работе, значит, в Санкт-Петербурге. Что против него, то убрали с дела. Плохая была. Плохая была. Ну, как она может быть хорошей, когда он... На наших глазах пьяный. Бесчинство. Что устраивал пьянки дома? Это было, но этого не прозвучало ничего. Прокурор совершенно был не готов. Я говорю, такое чувство, что он с головы вот вопросы задавал. Ну, я говорю, ну, если додумался спросить, охарактеризуйте своих девочек, родителей. Представляете, не обвиняемого охарактеризуйте. А девочек, да какая разница, какие наши девочки. Девочки трезвые совершенно, я говорю, одна золотая, металлистка. Вот мы были на суде. Вот встает и говорит, я еще прошу суд, чтобы из статьи средней тяжести переименовали эту... мою статью в более легкую. Это при том, когда нам прочитали, мы все слушали, какие травмы получили наши дети. Вообще там это... На два листа одних только, они уже все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Перелованы каждые косточки, ни одной косточки. И он встает и говорит, вот, а он хочет на более легкую. Это вообще было что-то... Это беспредел, я не знаю, что... Безобразие какое-то, или над нами издевательство. Нас морально убили просто. Я до воскресенья вообще встать не могла. Вы только подумайте, я говорю, по телевизору показывают, собаку мужчина убил, ему дали пять лет сидеть. Пять лет? Да. А тут, чтобы убить двоих девчонок? Вот это хорин, вот это прокурор. Вот это причины какие-то. Пьяный сбивает нас, пьяный сбивает нас. Да потому они чувствуют себя безнаказанными, потому что их никто не наказывает. Мы в пьяном беде. Вот, знаешь, Женя, в последнем, это немыслимое. Если бы я знала, что будет такой суд, лучше бы я его убил, бы сразу же там на месте, отсидел бы, бы ты знал, что... Хоть что-то, хоть что-то. Какое-то было успокоение души. Он говорит, успокоение по моей души было. Это все к тому, я говорю, с такими нашими судами. Суд не усматривает отягчающих обстоятельств его. Нет, а смерть двух девочек, это что? А что он еще должен был сделать, чтобы ему дали нормальный срок? Переехать что ли еще? Я не понимаю вообще.